Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампера из Финляндии. И это видео хочу записать на тему наших путешествий. Ну, прошлое видео я рассказывала, как мы путешествуем. Если кто не смотрел, напомню, я живу в Финляндии давно, больше 30 лет. У меня финский муж, двое детей. И я рассказываю, как вы раньше путешествовали и с детьми, и без детей. Но в этом видео хочу рассказать о том, как можно путешествовать спонтанно и как иногда у нас это получается. То есть, конечно, если ты едешь в Турцию, 5 звезд, все включено, 2 недели, это совсем, конечно, другие деньги. На это путешествие ты копишь, ты планируешь, ты ждешь этого отпуска. Это, конечно, все не так просто, не так, что собрал чемодан, сел и полетел. Но если ты, конечно, не какой-то миллионер, финский пенсионер, у тебя есть возможность такой, у нас, к сожалению, такой возможности нету. Поэтому мы всегда, как говорится, эти путешествия планируем совсем по-другому. Но бывает, что получается в телефоне какой-то длин, торрешь, будьте любезны, на конец недели, там с пятницы до воскресенья, вот Финляндии предлагает такие дешевые билеты на самолет. Но мой муж всегда сразу реагирует, потому что он умеет зайти в интернет. Я в этом плане очень плохо все разбираюсь. Он может зайти в интернет, посмотреть какую-то гостиницу, посмотреть, какая будет погода и так далее, и так далее. То есть все это очень, как говорится, быстро происходит. И вот так один раз мы тоже думали, ну куда бы какое-нибудь культурное путешествие, не то, что все это загорание, загорать и лежать на пляже, что-то хочется, конечно, и такое цивильное. В Париже мы были, в Лондоне мы были, в Вене я была, в Милане я была, во многих местах я была. Ну вот все финны тогда ездили в Будапешт, мы в Будапеште не были, и мы решили, о, Будапешт. И по деньгам вроде как не очень дорого, потому что гостиницы трехзвездочные в центре, просто, как говорится, половина цены, то, что ты бы заплатил, например, в центре Тампера. То есть ценник, конечно, совсем другой. Ну вот мы покупаем это путешествие и летим с ним в Будапешт. Гостиница в центре, на такси мы доехали, буквально там 10 евро мы за это заплатили, то есть никакие-то не бриллиантовые цены. И когда мы приехали, мы, конечно, лоханулись, мы посмотрели, что нам показывал прогноз погоды в Финляндии. И когда мы приехали, первый день, ну просто дождь, вот как из ведра. Ну в первый магазин, конечно, мы зашли, купили выпить и закусить, потому что у нас был, вообще я удивилась, какая гостиница за такие деньги. Номер был двухэтажный, но второй этаж был закрыт, но они спросили, что если вы хотите, они откроют вам второй этаж, что же там была такая вот как бы лесенка, я говорю, нет, нам и первого этажа достаточно, но это, наверное, для того, если бы какая-нибудь фамилия приехала больше людей. Вот там двухэтажный такой номер был, и диван, и стулья, и стол, и холодильник, и кухня. Я вообще удивилась обычно, когда такие апартаменты рекламируют, они рекламируют, когда ты заказываешь. Ну или, может быть, наш номер был занят, поэтому нам дали вот такое. Ну, я так и обрадовалась, думаю, ой, как здорово, вечером придем, я опять люблю все это, вы помните, пирожные, шампусика, чаю попить, кинуть ноги, посмотреть, чего купили. Это вот мое вечернее, вот это на первый всегда вечер. Я люблю такое себе устроить. Ну, и так как дождь шел, как из ведра, мы решили не ходить по городу, а поехать. И вот на этом экскурсионном автобусе, это Сайн-Чеки автобус, поехали вот на таком. В этом автобусе были мы ровно, нас двое, никого не было. Этот мальчик, который спросил, на каком языке вы будете слушать вот это вот по городу, я говорю, если у вас есть, я вот по-русски бы слушала, а мой муж по-английски, я думаю, что финского нету, но финского, конечно, там не было, но так как он понимает по-английски, это никакая не проблема. Мальчик оказался очень душевный, он умеет говорить по-русски, и он мне сказал, что у них русские бы преподавали в школе, то есть вот такого возраста, как мы, все говорят по-русски плохо, но говорят так, что имею в виду. Ну, и молодежь, конечно, говорит по-английски, это сразу, как говорится, уже был бонус, что не надо напрягаться, что ты в такой стране, что не умеешь ничего не спросить, не сказать. Мальчишка был такой веселый, и он, когда мы останавливались у достопримечательностей, так как мы ездили в этом автобусе, ехали вдвоем, он говорит, пожалуйста, выходите, фотографируйтесь, даже могу вам зонтик подержать, если хотите там где-то сфотографироваться, потому что действительно дождь был как из этого самого, из ведра. Ну, это экскурсия сколько там, полтора-два часа вот по этому, по этому Будапешту, туда наверх он заезжает, вы помните, да, наверное, на картинке видели, где это стоит, статуя свободы, ну, вот эта вот женщина с таким венком, ну, вот туда наверх вот нас завез, там мы почекинились, сфотографировались, и потом приехали обратно. И он нам потом сказал, что когда мы проезжали, он говорит, завтра утром пойдите на рынок, рынок это большая достопримечательность Будапешта, и на втором этаже всяких кафетерий, и отпробовываете их эту Будапештскую колбасу, и потом у них такой как бы ликюр, они делают из слив, называется это полянка, или как финны говорят, лёрчу, но вот такой вот он нам тоже посоветовал, то есть хороший мальчишка оказался, я говорю, ну, как здорово, ну, вот мы приехали после этого обзора, время вроде еще как бы это самое немного, но идти некуда, ну, и проходим мимо, о, салон красоты, я говорю, слушай, давай, может быть, салон красоты по какому-то педикюру сделаем, потому что мы любим, если мы где-то отдыхаем в Турции или где-нибудь зайти, всегда этот педикюр сделать, потому что, конечно, цены совсем другие, но вот заходим, значит, я говорю, что вы говорите по-русски? Да, говорим, пожалуйста, по-русски говорим, что вот, я говорю, два педикюра, а мужчина тоже будет педикюр, я говорю, да, мужчина тоже будет педикюр, ну, вот мы сидим вместе на этом педикюре, и эта педикюрша говорит второй, страшные ноги, ну, она сказала, наверное, на своем языке, но она же не понимает, что страшные ноги, и по-русски точно так же страшные ноги, Ну, я ей говорю, слушайте, ну, не такие мои ноги уж страшные. Ну, конечно, у меня синие больные ноги, но уж не такие они страшные. Эта бедная педикюрша побледнела, покраснела. Вот я всегда говорю, вы знаете, можно так опозориться. Вот, как говорится, брякнешь и неизвестно, а вдруг человек понимает. Вот это страшные ноги, на их языке по-русски оказалось то же самое. Ну, сделали они нам по педикюру. Я говорю, слушайте, а еще вот можно, если волосы помыть и немножко кончики подстричь. Вот девочка тоже, которая делает голову, этот женский мастер. Она говорит, да-да, пожалуйста, единственное, у нас мы сейчас закрываемся на обед 3 часа. Что это самое, если вот после обеда. Я говорю, слушайте, ну, вы знаете, мы уже, наверное, не придем, что такой дождь идет. Я говорю, нет, мы уже, наверное, не придем после обеда, если сейчас нельзя. Ну, и эта педикюрша говорит, слушайте, а мы, говорит, всегда вот тут с ресторана заказываем такой суп. Если, говорит, хотите, оставайтесь здесь с нами суп поесть. И потом вот полчаса мы поедим, и потом она вас подстрижет и в голову вам помоет. Я своему говорю, слушай, говорю, давай останемся с ними тут суп, суп поедим. Вот у них обеденный перерыв. Они из ресторана заказывают этот суп из кафетерии. Он говорит, ой, да давай оставаться, все равно что-то покушать надо. Ну, вот мы остались с ними, принесли этот суп, но такой вот, как в Будапеште, там красные какие-то томаты с хлебом. Я не знаю, как он называется, ну, типа харчо, наверное, не харчо, ну, вот это их национальный суп. Ну, вот поели мы такого супа, ля-ля-ля-ля. Слушайте, девчонки прям такие веселые оказались. Они говорят, ой, у нас, говорит, есть бутылка вина. Ну, а хотите, мы вам еще вина нальем, чтобы вы не заболели, потому что мы-то полумокрые. Я еще свои эти вещи все развесила, чтобы все это высохло. Потому что все равно, даже когда ты с зонтиком выходишь, вот этот ветер, этот зонтик загибает. Конечно, у меня весь подол от моего этого самого плаща был мокрый. Говорит, я вам вина налью. И говорю, слушайте, ну налейте. Ну, вот они нам налили вина, поели мы этого супу. Но потом, пока мой муж сидел, он уже стал, глаза так задремал, задремал. Она ему подушечку положила, что вот тут, пожалуйста, при льне на 15 минут, пока твою эту даму стригут и голову ей моют. Ну, полчаса он подремал, как раз мне помыли голову, подстригли кончики. И мы пошли веселые, красивые, с хорошим педикюром, наевшиеся. И когда я им стала предлагать чьи вы, ну, все-таки такая обслуга, что и, пожалуйста, оставайтесь. И супу мы наелись, и все. И они были в таком восторге, что и, пожалуйста, и приходите. И карточку дали, что рассказывайте, вот такой педикюрный кабинет есть. И мой муж всегда после этого смеется, говорит, ну, слушай, это только ты такая русская веселушка-болтушка, что зашли педикюр сделать, и супу поели, и вина нам налили, и еще голову тебе обработали. Ну, вот всегда нужно спрашивать, всегда нужно открывать рот, никогда нельзя стесняться, потому что многие рассуждают, ой, ну, вот если я спрошу, а вдруг вот это вот как-то неудобно. Ну, вы знаете, вы спрашиваете, если неудобно, человек вам всегда ответит, нет, к сожалению, нет. Ну, нет, так и нет, но нет, как говорится, и суда нет. Ну, и на второй день вот этот автобусник нам посоветовал пойти на рынок, поесть этой колбасы, попить этого, этой полянки. То есть по-фински это лёрчо, это они делают такую, ну, не знаю, не то водка, а не то что-то вот типа водки, и нарисовано слива. Но приходим с утра, ну, позавтракали, приходим с утра, то есть народу еще никого, мы уже проснулись очень рано, но вы помните, да, что мы просыпаемся всегда 8 часов, даже если мы отдыхаем или не отдыхаем, все равно мы просыпаемся каждое утро 8 часов, это вот, как говорится, уже закон. Ну, значит, приходим туда на этот рынок, никого народу, ну, заподнялись на второй этаж, открыл мальчик кафетерию, я у него спрашиваю, вы говорите по-русски? Да, говорю. Я говорю, вот нам автобусник посоветовал прийти тут поесть колбасы и отпробовать вот ваши этой полянки. Он говорит, о, да, это, говорит, наш друг, тут он всегда привозит нам туристов, то есть у них, видите, какая сплоченная, что он там всегда советует им пойти туда, отодведать этой колбасы, выпить этой полянки, ну, может, они ему какой-то же презент иногда дают, что-то той же колбасы, что он зазывает этих туристов, то есть молодцы, в этом плане, видите, такая, говорится, порука. Ну, и так как никого нету, я говорю, ну, давайте вот нам этой колбасы, мы возьмем по 50 грамм этой полянки, это самое, ну, присели, сидим, а полянка оказалась не то 40, не то 42 градуса, представьте, как она по голове нам дала эта полянка, но вкус такой, вы знаете, прям отрыгиваете, как слива во рту, то есть вкуснятина, но по голове бьет, так что имейте в виду, если в Будапеште будете, 50 грамм только этой полянки берите, потому что вы опьянеете, иначе уж больно она по голове бьет. Ну, вот отведали этой колбасы, сидим эту самую, эту полянку, нюхаем из этой стопки, ну, и туристы, конечно, подгребают, и вот этот вот продавец говорит, ой, вы не уходите, потому что, вы знаете, это всегда цепная реакция, если вот пустой кафетерий, люди приходят, смотрят, ой, ну, вроде никого нету, и они уходят, а когда кто-то сидит и еще закусывает и выпивает, получается, вот знаете, как цепная реакция, ой, нам тоже надо, мы тоже, как говорится, хочем, хотим, хочем, да, вот, и нам тоже это все надо. И вот, когда мы сидели, он, я вам сделаю комплимент еще по второму кругу, бесплатно, я говорю, слушай, ты знаешь, честно, я тебе скажу, я полянки-то выпью на такой колбасы, я больше мне не съесть, потому что там была нарезка такая, знаете, то есть на голодный желудок туда нужно приходить, но он говорит, ничего страшного, я вам в пакетик потом с собой заверну, вы можете в номер, и это вечером еще с каким-то пивом все это доесть. Я говорю, ну, хорошо, но положу на тарелку, потому что, чтобы вот туристы видели, что вы вроде как тут сидите. Ну, вот сидим мы со своим, я говорю, слушай, уходить нельзя, потому что он нам даст бесплатно вот это поесть еще, и попить завернет с собой, чтобы он сидит, чтобы зазывать народ. Вот, а дождь, опять вот этот второй день дождь. Но мой говорит, ну, давай, а что сидим, сидим и сидим, тут народ, тусовка, мы с этой полянкой уже нам похорошело, лицо красное, сидим, и народ, что, ой, вот это, что можно ли спросить, что вкусно, невкусно, я показываю всем, что very good, будьте любезны. Ну, вот, и что вы думаете, мы назюзюкались с моим так, что, конечно, мы когда с этого рынка-то вышли, нам было очень хорошо, и тут появилось солнышко. Я говорю, слушай, ну, просто вот, как знаешь, отсиделись, называется. И вот второй день мы погуляли по городу, но, конечно, этот центр очень маленький, там ничего такого необыкновенного нету, но центр очень красивый, старый. Единственное, вот если в Будапешт поедете, никаких туфлей на каблуках, потому что вот как вот этот старый город, вот, конечно, эти мощеные, вот это все кирпичиком, конечно, это надо такие хорошие туфли, в которые вы не сносите ноги. Потом зашли в какой-то косметический магазин, я всегда люблю, если мы куда-то путешествуем, покупать вот эти крема, которые их национальные, и тоже я всегда, ой, вы говорите по-русски, я говорю, вот у меня такие страшные ноги, я помню, как эта педикюрша говорила, она говорит, да, что у вас, я говорю, вот у меня там трещины и сухие, показала свои руки, она там мне надоловала всяких кремов, ну, вот, вот так мы провели этот день. И на следующий день мы уезжали, и когда нам пришла бумажка, что были вы довольны Будапештом, или были вы довольны этой гостиницей, прямо из гостиницы пришло нам на компьютер, что будьте любезны, напишите по-фински, что у финских туристов этой гостиницы оказалось не так много, и что вот они бы поставили, это ваш отзыв на ваш сайт, и мой муж написал, так представляете, сколько лет прошло, они каждый Новый год, ну, вот Рождество финское, присылали, что нам Верри Крисмас, поздравления с этой гостиницей, будьте любезны, приезжайте, и так далее. То есть, конечно, тоже теперь, видите, все хотят заманивать туристов, и чтобы вы написали, и будьте любезны, приезжайте, с Новым годом. Ну, то есть, нам было очень приятно, и обслуга в этой гостинице была очень хорошая. Так что, и никогда не знаешь, вот так можно поехать просто на 3-4 дня куда-то, не очень дорого, и ты получишь такое, прямо, ну, наслаждение. Даже вот мы, даже когда мы финнам рассказывали про это путешествие, я всегда, когда рассказываю, говорю, что вы, говорю, поезжайте, вы что, так здорово. И финны всегда спрашивают, что онкутурвалисто, что можно ли ходить вечером, что всегда, кажется, боятся, что какие-то хулиганы пристанут и так далее. Я говорю, нет, хулиганов на улицу мы не видели, и очень все спокойно, то есть, там никаких вот таких вот нету. Не знаю, как сейчас, были по телевизору, смотрели передачи, сейчас, конечно, немножко все это изменилось, но я думаю, что сейчас, когда опять границы откроют, и все, мы поедем, почему бы не поехать опять в Будапешт на 2-3 дня, то есть, конечно, очень-очень мне понравилось. С вами была Оля из Тамфере. Всем физкульт-привет!